С чего бы начать? Честно говоря, история была долгой и непредсказуемой. В один прекрасный день я познакомился с интересным иностранцем. Мы даже с ним подружились, но был ли он тем, кем себя выдавал? Или пытался так им казаться? Слушай, что-то я так проголодался. Давай закажем в KFC наш любимый кофе и заодно что-то перекусить. Давай. Так, где тут наш самый любимый и вкусный кофе? А также острый боксмастер. Ну а на десерт, пожалуй, горячий пирожок с вишней. Слушай, а ты знал, что в KFC самый бархатный капучино и самый нежный латте с воздушной молочной пенкой? Да, знал. Его очень удобно брать с собой, потому что стаканы сделаны из утолщенного картона, чтобы не обжигать руки. А еще у него очень доступная цена. Этот кофе стоит всего лишь 49 рублей. Давай, вели с собой кофе, ведь надо бежать фармить дерево. Подожди, надо еще захватить с собой пирожок с вишневой начинкой, под хрустящей запеченной корочкой и острый боксмастер с вкусным куриным филе. Ну а приобрести кофе и перекус можно как в ресторанах, так и в приложениях от KFC в сервисах доставки. История началась с того, что я заспавнился на самом верху карты, где находился очень интересный островок. Именно там мы хотели построить свою ферму. И прежде чем что-то строить, нам нужно было хорошенько исследовать эту территорию. Так, я возле заправки, где рыбацкая деревня. Рыбацкая деревня снизу, да? Угу. Кажется, я что-то нашел. Интересное? Очень. Тут очень интересно будет. Большой домик? Ну, тут много больших домиков. Но, во-первых, смотри, тут есть лаборатория подводная. Офигенная, огромная. Во-вторых, тут маяк. А в-третьих, тут на острове, короче, у типов ферма стоит, а мы их будем конкурентами. Ха-ха. Да, я уже увидел. Топ-сетти фармит. И несмотря на то, что здесь жил какой-то большой клан, нас это особо не волновало. Первым делом мы хотели поставить спальники и скрафтить себе хотя бы чирки. Поэтому я отправился фармить бочки и перерабатывать все на маяке. И как обычно, стоило мне залезть на перерабочек, возле меня кто-то начал стрелять. А потом и вовсе прилетел коптер с колошистами. Ау, да он... Да... Тут жесткие типы. Why? Why you kill me, my friend? Да уж. Они явно были не совсем дружелюбны. Я снова вернулся к этому же месту. А они продолжали все это время тусить на этом сгнивающем домике. Скорее всего, они пытались его зарейдить. Мне кажется, они что-то хотят украсть этого дома. И скорее всего, домик подгнивает. И только я хотел добежать до свалки, чтобы переработаться, меня съел медведь. Но это было только клушино. Я появился в самом низу карты. И немного побегов, я увидел огромную зарейженную территорию, в которой оставались включенные турели, которые можно было разбить и получить оттуда оружие. И здесь я оказался уже не в первый раз. Одним днем ранее. Когда я впервые зашел на этот сервер, я попал на какой-то нереальный рейд, где как раз таки выселяли эту огромную территорию. И в этот момент я пытался там что-нибудь украсть. Я не знаю, куда я попал. Я не представляю, как типы тут рейдят, когда я бегаю, и у меня 40 фпс здесь. Эту территорию выселяли три китайских альянса. СУСУ-337 и Точка-99. Офигеть тут... Офигеть тут людей нафиг! Я бегал возле этих китайцев, которые рейдили, и они даже не понимали, что я не свой. Но шальная граната от хозяевов дома зарешала исход событий. А когда я вернулся, у меня даже практически получилось что-то ёнькнуть, но меня все равно убили. Рейд отодлился больше часа. Я бегал и постоянно пытался что-то украсть, но ничего не выходило. Китайцы поняли, что тут что-то неладное, и устроили полнейшую зачистку. И вот, судьба меня снова привела к этой территории. Наши дни. Как я уже говорил, бедолагам задефать эту территорию не получилось. Но тут остались открытые турели, которые мы могли разбить. Да это читы какие-то на турели у них. Пока Серега пытался возле меня заспавниться, я пофармил немного дерева, скрафтил копья и пошел искать свою первую добычу. Аккумулятор сейчас большой заберу и, наверное, турели оффнутся. Вот шкаф, я нашел шкаф. Так, я сейчас кое-что попробую сделать. Вырубив электричество, мне удалось избавиться от нескольких турелей, которые мне оставалось всего лишь разбить. Но помимо нас были и еще желающие, которые хотели это сделать. И это действительно наглядный пример кармы. Он убил бомжа и следом умер от турели. А после я вернулся сюда и встретил снова его. И теперь он уже был бомж, а я был с копьем. Он умер! Он тут умер! Ты сможешь залутать его? Я не знаю, где он. Я нашел его труп. Но тут проблема. Какая? Под этой крышей стояла турель. Залутать труп у нас бы не получилось. И мы приняли решение вернуться за ним позже. Вначале нам нужно было добыть оружие. Болт и 100 патронов. Обалдеть. Так, а может быть сделать луки и турельку ту сломать? Мы ее можем подобрать, если шкаф разобьем. Прежде чем действовать, нам нужно было откинуть тут небольшую кибитку. Чтобы все ресурсы и компоненты мы могли сейвить. Ой, молодец какой. О, два камня каменных. О, я ящики сейчас геоникну отсюда. А построиться мы решили прям впритык к этой территории. Да и в принципе нам пока что огромный дом был не нужен. Тут для залаза пристроить. Вообще я могу с болта расстрелять турельку, шкаф расстрелять. Но шуметь здесь на клоновом сервере было слишком опасно. Поэтому мы скрафтили мачеты и начали долбить шкаф. А у нее 100, да? Угу. Все? Да. Только турель еще работает. Ага. Ну она сейчас не будет работать больше. Ааа, блин, тут фиаско. И даже с этой непростой ситуацией мы нашли выход. Мы поставили шкаф и вот наконец-то у нас появилась билда. Которая позволяла снимать все, что здесь только было. Изи. Я выключил турель. Все, да? Походу все. Юнь. Я даже гантрап подобрал. Отлично. Во мне 100 металла или больше было. И печка наплавит. Хватит. Тут ящик закрытый есть. Сейчас у меня там КД. Сейчас я бегу. Я наверное буду по чуть домой относить все. Да. Смотри, ящик ракет сейчас будет. По-любому. Блин, такая надежда была. Там что-то на китайском написано. Да. Ну нам хватит в принципе того, что мы украли, да? Ну там болт еще в турельке или что? Ну их поразбивать можно. Там снизу турели еще аккуратно. Мы пособирали все турели, которые могли снять. Для нашей задумки они нам очень сильно были нужны. А еще все-таки залутали того иностранца. Ты говоришь, не сможешь. Блин, их бы тоже потом. Ну их попозже можно, да, снять? Так у меня болт где-то был. Вот он. Да уж. Даже после того, как китайцы зарейдили эту территорию и забрали все ресурсы, мы смогли поиметь оттуда очень много всего. Как только мы закончили свои грязные делишки, было принято решение вернуться к тому острову, где мы изначально хотели построить ферму. Да уж, путь нас ждал очень долгий. Ну естественно, по пути туда я смог сбить даже какого-то каптериста. Умер. Он умер? Да, на территорию упал. Не, он тогда нам не интересен, там чего с болтом был. Чуть-чуть не долетел. На полпути я даже встретил какого-то фармера, который бежал к заправке. Но оказалось, что он там был не один. Это кто? Это с вышки? Я упал, я упал. Там сидел калашист, и с ним у нас началась игра в кошки-мышки. Нет, он там же. Он, наверное, друга ждет своего. А не факт, что он там один. Я его убил, походу. Сейчас я бегу еще. На заправке? Да. Что он тут делал? Я не знаю, откуда он может прийти. Поэтому мне кажется, отсюда лучше уходить. Наконец-то Серега добежал до меня, залутался, и мы снова отправились в наш путь. Сейчас топоры сделаем, постараемся тут. И вот, наконец-то мы принялись за любимое дело Сереги. Фарм-дерево. Вообще, знаешь, что странно? Что мы вообще выжили? С таким лутом, без оружия, точнее, без брони, без ничего, без хилок, побежали на другой конец карты. Здесь будем строиться или где? Нифига себе, тут еще база какая огромная стоит. Офигеть! Да? Ну она выглядит так, будто бы она гниет. Хочешь посмотреть? Ну не сейчас, потом. У них ветряков нет. Мы долго думали, где нам лучше построиться. И в конечном итоге откинули кибитку прям возле маяка. Не успели мы достроить кибиточку, возле нас начали бегать типы. Кто кстати? Я пытался за ним проследить, но, к сожалению, его я так и не нашел. Тут бичара. А тем временем Серега нашел бур и разбирался со всеми бомжами, которые к нам приходили. Киянка нужна. Я хочу посмотреть кто еще. Как я и говорил, тот домик на воде они все-таки прорейдили. Но нам это было на руку. Там мы ее уникнули печки. Тебя подсадить может отсюда? Не, я забрал уже все. У них там корова стоит. Ты прикинь, сколько можно всякой фигни сделать с ними? Я сейчас голым сбегаю туда, просто разведываю, короче. Кто они, чем живут. Может посмотреть ту базу большую, гнилую? Сейчас я туда сбегаю, посмотрим, что у них там есть. Я понял, почему я калашиста этого не нашел. Он развернулся и побежал обратно домой. Ты увидел его, что ли? Да. Они рейдить кого-то собираются, у них базука. Но беда. Одна огромная беда. Какая? У них там слишком много турелей. Подсидеть их не получится. Мы им ничего не сделаем, да, получается? Но, пока не появятся скоростные ракеты, как говорится. Сидел я, значит, в кустиках, собирал информацию, как вдруг ко мне подбегает хозяин этой территории. Это Хонан. Это деревня опять? Или что? За что? Вот я и нашел, где живет тот челик, который меня убил на маяке. У меня был еще один бинокль, и я решил проследить, куда же они полетят и что они будут рейдить. Я не уверен, но они, по-моему, хотят рейдить дом. Какой? Да, с базукой лети туда. Ввиду преследования, точнее, ввиду слежку. Винокрем? Да, он с фишками один из них. Блин, может что-то украсть? Получится. Ну, там нереально, слышишь, на их территории вообще что-то сделать. У них там слишком много турелей. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Одиннадцать. Ну, короче, около пятнадцати турелей с болтами у них. О, я вижу эту базу. Какая она огромная. И вот, спустя пару минут начался рейд. Мне было просто так смотреть за этим больно, потому что я понимал, что мы можем что-нибудь оттуда йонькнуть. Но для этого нам нужно было придумать план. Привет, можно просто посмотреть? Можете дать Кирочку? Я только стартую, ребят. Можете дать Кирочку? Сейчас я вру, дам, нахуй. Можете покупать тебе? Пошел, вру, отсюда. Дай Кирочку, пожалуйста. А зачем так сразу агрессивно? Я вру, тебе сейчас дам, и все. Иди, вру, отсюда. Скажи мне, где ты живешь? Я буду с... у вас под дверью. Двадцать четыре на семь. Закрой, еб... На, просто. Это мой друг, это мой друг. Стреляют с питона. Сейчас он тебе и все разобьет. Ты зачем убил его? Ты зачем убил моего друга? А куда ты полетел? Сильнее твоей м*** во всяком случае. Ты куда полетел? Я м*** твою п***чер. Короче говоря, за такие слова они точно должны были ответить. Ведь вы знаете, как же я люблю токсиков в этой игре. А план был максимально прост. Они очень низко летали, поэтому сбить их не составило бы и труда. Ты можешь сдалека где-то сесть и инфу давать по ним. Взлетает. На крыше один. Ага. Два взлетело. Два. Один минус. Он спрыгнул. Куда? Он живой. Он внутри на территории? Нет. Снаружи на территорию. Снаружи. Один минус. Он один был? Одного ты сбрил и второй спрыгнул которым. Я бегу. Он за лэпом. Да, за лэпом. Вижу. Он на меня. На меня убил. Убил второго. Третьего убил. Уйти сможешь? Не знаю. Поднимаю. Я бегу к ним. Забрал калаши. Ухожу. Если мы коптер заберем, мы сможем их спокойно убить. И забрать все на крыше. Он один остался там. Гоу выдал. Их два, по-моему, на коптер. Нет, он поехал забирать своих. Минус коптер у них. Ха-ха-ха. Дагимал тоже. Оу, щит. Иди лутай трупы, слышишь? А че взрывает? Шоптер, коптер взлетает. Коптер взлетает, похоже. Я скинул калашики и все пушки, которые наворовал. А тем временем Серега следил за коптером, который находился возле территории. Топливо есть. Поехали наверх, быстрее. Как они попали внутрь? Так, наверное, вот сюда. Тут окно. И я был просто в шоке с того, какой мы куш сорвали на старте. Этот дом был просто подарком судьбы. А тот с ракетами улетел там. О! О-хо-хо! Смотри! О-хо-хо! Это еще не все. Тут еще лесы есть. Они не залетят сюда, что ли? Вообще у них корова есть. Они могут это сделать. Хм-м. Че забрать, че забрать, че забрать? Ну это жесть вообще, слышишь? Угу. Забирай нитки, кирку забирай, топор забирай хороший. Они не дорейдили. Внизу ты золотал два ящика? Да, там пустые. А клановым игрокам с острова такой мув очень сильно не понравился. Но нас это ни капли не волновало. Все, что нас волновало сейчас, это куда поставить наш новенький коптер. Готовься, сейчас в лесу получишь, мне кажется. Ха-ха-ха! А-ха-ха-ха! Он сейчас следить за нами будет. Я делаю вид, что мы далеко улетаем. Угу. А построить коптерную мы решили на соседнем острове, подальше от этих клановых игроков. Тем более, нам нужно было засейвить много оружия. Дерево, да, надо? Угу. У меня топорик есть. Давай. Так, я построил кое-чего. Нам где-то надо будет взять металл. Как оказалось, с другого ракурса было видно, что этот домик не гнил. Его просто прорейдили насквозь. Тут дыра в заборе, тут дыра в стене вообще жесткая, огромная. Так, тут недавно, походу, вообще рейдили, да? Ты туда запаркурил? Ты? Да. Откуда? А-а-а, ну тут, походу, полностью лот-рум вскрыт. Тут дерево есть немного. Шкаф, кровать есть, кровать нужна. Ох, нифига. Че, лута много? Я ж говорю, его недавно зарейдили, походу. Тут ящик, пушек. Естественно, все пешечки мы отсюда выгребли, потому что нам это тоже было нужно. А потом я поймал двух челиков, которые бежали лутать эту территорию. Они явно сюда бежали зачем-то. Ну это другие, да, типы? Да. Это кодовый замок поставить, чтобы я тоже заходить смог. В этом же домике мы поставили печки, ведь нам нужен был металл, чтобы защитить коптерную. Я оставил Серегу на этом острове, а сам отправился фармить камень, чтобы укрепить защиту нашей первой базы, ведь там лежали калаши. И не успел я добежать до домика, как вдруг Серега говорит, что нас рейдят. Нас, этот, поджигают. Понял, встаю там. Коптерную, скорее всего. Но они не улетят. Не выходи. По двери стоит. Маме? Ты меня закрыл. Я знаю. Один минус. Ты жив? Да. Мы не выйдем отсюда теперь. Он меня убил. Пробуй. Хит. Наверное, я скади... Нет, я живой. Я убил, наверное. Ты его убил? Да. Еще один. Сирога смог победить второго, но там, оказывается, был третий. И тогда у нас ничего не остается, кроме того, как появиться дома, взять калаш и вернуться туда снова. Они рядом живут. С факелом сейчас бежит. Где он? Откуда он бежит? Возле дома. Он справа бежал, где имельница. 220. Подсидеть не получится их в кустах. Я этим и занимаюсь сейчас. Забайтить? Ну да, побегай. Рядом. Убил. У него все. Второй верстак, калаши. Он один? Второй внутри умер. Где? Где он умер? Тут стенку можно выжечь. Вот, вот, вот. Лутай вам. У него, наверное, весь основной лут был, этого калашиста. У тебя есть ткань? Или камень? Нет, нет, нету, ничего нету вообще. И камня нету? Ничего нету. Нам срочно нужно было куда-то сейвить то, что мы с них выбили. А для этого нужен был всего лишь ящик. Закидывай в него лут лишний. А не тут уже. У нас было достаточно патронов, чтобы добить эту деревянную стенку. Кстати говоря, те, кто нас рейдил, снова появились там, на спальниках. Вышел, 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 вышел. Убил двоих. Бери у него топ-сет. Топ-сет с него стягиваю. А у тебя топ-сет, да? Да. Надо отсюда все забирать и выходить. Можем на коптере улететь. Да. Вытолкать коптер, да? Да, вытолкиваем. Сегодня раз был на нашей стороне. Каким-то чудесным образом нам удается засейвить все то, что они пытались у нас забрать. Не очень-то и хотелось тут жить. Жестко, да? Блин, надо металл двери делать. Это дичь полная. У нас ни камня не было металлического. О, это сейчас покажу прикол. А, в коптере вот здесь спрятать? Пойдем в хату строить. Можно в наш домик тут занести. Все, тут просто коптерную построить. Ага. И если вы досмотрели до этого момента, то обязательно поставьте лайк. Впереди вас ждет жесткий контент. И вот мы уже практически добежали до дома. Как вдруг встречаем топ-сетчика с пулеметом. Ты жив? Да. Слева тип был. Он с пуликом. Ты прыгаешь в антираде? Нет, 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 нет. Убил одного. Тут выпрыгнул из этого один тип. В метро был какой-то парень. Серега остался его контрить, а я побежал улучшать наш домик. Медлить было уже нельзя. Он вышел, вышел. И Серега, оставшись один на один с противником, героически с ним справляется. Я убил его. Хорош. Там еще один, наверное. Да. Нет, он один. Я лутаю его, бегу. Я подхожу уже. Компонентики. Много? Ну, не прям много. Ты бежишь? Да. Сачелька есть. Компьютер. Что, занесем домой? Я запрыгнул в метро с двушкой, но никого я там больше не обнаружил. А тем временем мне очень сильно повезло, мой труп никто не залутал. Наконец-то мы улучшили наш домик в камень и поставили металл дверки. Ну мы как читеры живем. Мы живем в кибитке 2 на 2, 2 на 1. И у нас куча оружия. Может пойти металла пофармить? Нет? Не надо? О, тут ящик большой есть. Еще один. Кайф. Эти типы, которые у нас рейдили, ливнули, походу. Они сгорели, что ли? Да, они ливнули. Походу зря переехали отсюда. А мы сейчас можем там же застроиться еще. Они нас не дорейдили, чтоб ты понимал. Вот настолько у них загорело. Тихо. Не топай. Прыгать. Бичара какая-то. Блин, у нас слишком много оружия. Нам бы коптер засейвить. Он нам очень сильно поможет. Нужно топор до дерева рубануть. Да. Серега опять за свое. А возле нас активизировались какие-то калашисты, которые нас очень сильно заинтересовали. Ай, ай, зачем? Крабик. С компонентами тип. Которого ты убил. Ты думаешь, он узнает, что это тиммейт? Я, конечно, попробовал разочек их законтрить. Один минус. Где второй ходит? Ну, у меня самую малость не получилось. И оказалось, что тут сражались две группировки. Одни жили на острове, который находился за водой. А другие жили впритык к нам. Нам просто нельзя было палить наш домик. Иначе нас бы зарейдили. Но убежать отсюда под огнем мы просто не могли. Нам нужно было срочно что-то делать с нашим ближайшим соседом. С ником Крабик. И тогда в моей голове появился план. Я решил выиграть немного времени. Подбежать к нему, притвориться жителям острова и сказать, что мы их зарейдим. Чтобы тот, в свою очередь, начал тратить время на улучшение своего домика. Крабик, выходи, мы тебя рейдить будем. Ну ладно, рейдите. Всё. Накидываю сишки. Давай, давай, прям в шкаф рейдишь, чувак. Прям в шкаф. Не надо так застраиваясь. Приятно было играть, конечно. С вас калаши убивать. Коптер угонять там. Потом разбивать, конечно. А, это ты у нас коптер, да, взорвал? Нет, это я вас убил с берданки. А потом? Я больше его сыжу. Переноси ресурсы, у тебя их скоро не будет. Мои пацаны уже ракеты крафтят. С вашего позволения, я тут последние калаши поизучаю, а? Ну всё, подожди, через пять минут твоей хаты не будет. А ты ник не парю? Пока готовься. Всё, он будет дома сидеть. Слушай, у нас есть время переехать. Классно придумал? Отлично. Блин, капец он. Мы схватили ресурсики, которые у нас были на тот момент, и побежали отстраивать кибитку немного в другом месте. Где на тот момент, нам казалось, будет безопаснее. Так, двойную дверку надо сюда поставить. А с нашей кибиточки мы перенесли абсолютно всё, что у нас было. Мы понимали, что жители острова, скорее всего, нас зарейдят. На новом месте мы практически сразу познакомились с новыми соседями. О, это беда. Справа-то дом в онлайне. Нам же надо ещё коптерную построить. Коптер взлетает там сзади. Знаю. Куда же летит этот тип? По ощущениям, он летит на аутпост. Знаешь, что это означает? Что его встретить можно. Что его можно очень сильно огорчить. У нас в старом домике есть лестница, и тебе нужно в старый домик идти. Сейчас я коптер чекну и... Наш коптер был на месте. Но и терять такую добычу мы тоже не собирались. Поэтому я показал Серёге, как залезть к нему на крышу. А сам тем временем побежал строить коптерную. И поверьте мне, Серёгу я там оставлял не зря. Пока я занимался коптерной, Серёга впоймал того типа, который прилетел домой. И оказывается, он летал на фарм в зиму. В нём была просто куча серы. А так как он был иностранец, разговаривать с ним пришлось мне. Сейчас я к нему подойду, скажу спасибо за серу. Жёстко ты его, конечно. Эй, мэн. Что ты не делаешь, братар? Где ты своберишься? Что ты не делаешь? Ты lớь такой жиря я к сожалению, я ежало. Как ты делаешь с твоей жизни? Что ты делаешь с твоей жизни? Я буду собрать твою базу. И я буду собрать твою базу. И orка, начнешь что? Это будет бай-бай. В общем, я идем к твоей базе. Я не имею базу, сейчас. Нет! Я не имею базу! Что ты делаешь? Серёга, он расстроился то что ты университет забрал Я хочу подниматься на это, смотри, это ммм, как ты найдешь подниматься Смотри, смотри твои дни Ха-ха-ха-ха-ха Сильно расстроен Сколько раз ты собираешь сульфер, мой друг? Сколько раз ты собираешь сульфер? Сколько раз ты собираешь сульфер? Я... Я... Я был умер за 30 минут в длинном снег О, это очень хорошо Ты собираешь 30 минут для меня Ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха О, ты меня есть. Это ужасно Ты меня есть И я знаю, что ты делаешь за 30 минут Скажи мне Что ты делаешь за 30 минут? Я сидела на университете, знаешь У тебя? Нет Я что-то курсиева То ли ты сделаешь для меня Серьезно, у тебя есть базия Нет, я не знаю. Почему ты нужен этот сульфур? Просто скажи мне. Потому что мы хотим рейдить людей, которые у нас в дворе кемпинг и у нас в дворе кемпинг, просто как ты! Я не знаю, я уверен, что мы хотим, чтобы в наших боссах выглядеть очень хорошо. Блин, если он нормальный, то можно объединится, чтобы рейдить в дворе кемпинг. Бро, я думаю, что я могу верить твою сульфур, если хочешь. Пожалуйста, это сделает мой день. Бро, я... Окей, но... Продолжай мне, что ты не рейдил мою базу. И я даю тебе приглашение в группу, если хочешь. Нет, я не хочу. Я имею в виду, как... Короче говоря, он пообещал мне то, что он не будет рейдить мой домик. Я показал, где мы живем, собрал всю серу, которую Серега принес, и мы все отдали нашему соседу. А взамен попросили немножечко переплавленного металла. Ты можешь мне дать металл фрагменты? Потому что мы не имеем форнеси. На самом деле, я подумал, что он меня просто закроет и не выпустит из дома. Но он оказался добропорядочным. Он накормил меня металльчиком и выпустил домой. Так мы обрели наших друзей. Если вы хотите что-то, вы можете... Да, спасибо, спасибо. Нет проблем. Мы не нужны этого. Мы нужны хорошие близкие, а не сольфер, ты знаешь? Дай мне 10 минут. Ну гаражку крафтить он мне не собирался. Но ничего страшного, подумал я. Мы ее, в принципе, и сами могли изучить. Ну мы могли забрать всю серу, да? И в теории зарейдить его. Ну а нафиг он нам нужен? Ну да. Он как бы нам ничего плохого не сделал. А так у нас появился хороший сосед. Эта сера стоила того, чтобы, знаешь, обрести какое-то... У нас появился сосед, через которого можно проходить спокойно. А второе, если его будут рейдить или если нас будут рейдить, то в любом случае мы будем друг друга дефать. Ну если он нас не за крысин. Ну если он нас не зарейдит. Такое тоже может быть. Да. Наконец-то в нашем домике появился первый верстак, на котором мы изучили любимый предмет Сереги. Так, я оружие, наверное, скину и пойду по рублю. Сейчас я топоры сделаю. Ну а пока Серега фармил дерево, я улучшал наш домик и ставил буферки. Ну и в это же время отстреливался от соседа, который постоянно по нам стрелял. Он ушел, да? Да. И так всегда. Казалось бы, место спокойное. Но почему-то появляются соседи, которые стреляют с окна. Меня убери. Револьвера. Порошок. Сосед наш. Он с крыши стреляет, да? Угу. У нас лестница есть, если что. У нас порошок. Скоро у него не будет берданки. Как только мы закончили строительство, мы пошли забирать берданку, с которой он по нам стрелял. Запрыгнул? Да, у него там ящик. Ресики. Он зашел в дом. Он хорош. Ну я вход буду контролить. Ты жив? Да. Ты его убил? Да, берданчика. Ты что, маньяк? Короче говоря, за то, что он по нам стрелял, мы пропылесосили у него все ящики и отправились домой. Кстати, после этого на крыше он больше не появлялся. Наконец-то мы с Серегой решили слетать до нашей первой базы, где мы спрятали турели, чтобы перевести их в новый домик. И пока мы туда летали, наш дружелюбный сосед вышел из пати. Он вышел из пати, слышишь, наш сосед? Ты думаешь, стоит садиться здесь? Не, короче, давай домой. В кибитку. Почему он вышел из пати? Да. Я не знаю. Значит, надо турелики ставить. Да. Серега предложил отличную идею. Нам нужно было оборонять наш дом. Разве три территории есть? Плюс ко всему, наши соседи активизировались и начали стрелять с калаша. А еще, у меня в планах было подойти к ним и узнать, может быть они просто пересоздали команду. Поэтому изначально делать выводы о предательстве мы не стали. Но турели все-таки поставили в первую очередь. Все, можно в сейве оставить турели. После того, как наш дом был хоть как-то защищен, я решил все-таки сходить к ним и узнать, почему он вышел. Оказалось, что мы зря насторожились. Они просто пересоздали команду. Выйди, подойди к этой территории. Выйди, мой друг придет. Блин, у меня вообще жесткие флюзы. Стой, это мой друг. Он лагает. Посмотрите, это Майкл Джексон. Майкл Джексон придет. Майкл Джексон? Там видно, как я лагаю, да? Да, ты идешь как Майкл Джексон. Билли Джейн! Носровку упшин! Ау! Билли Джейн! Я тебя догнать даже не могу. А как я прыгаю? Ты читер нафиг! А сидя как я? Нет, ты вообще стоишь на месте. Прыгни еще раз. Ты читер? Блин, какая картинка великолепная. Этой же ночью жители острова сбили вертолет, который мы с Серегой попытались ёнькнуть, потому что он упал в воду. В воду-то в воду, а толку? Он меня убил. Ай, блин. И тогда мы поняли, что нам нужны были скоростные ракеты, чтобы повзрывать у них турели. А нафармить скраб было проще всего в метро. И вот мы полностью собрались, взяли с собой пулемет, много патронов, хилок. И в какой-то момент замечаем, что команда снова пропадает. Нас просто снова кикнули из команды. Нас кикнули из пати. Наверное, из-за турелек. Подожди. Тебя тоже, да, кикнули? Да. Пахнет говной. Дело. Теперь-то точно пахнет говной дело. Есть такое, да. Привкус. Может, лучше построиться в другом месте еще, чуть-чуть подальше. Сейчас в доме турель еще поставим. Они явно что-то замышляли. И это что-то было очень нехорошим. Потому что они нас кикали только тогда, когда мы подальше уходили из дома. Я скинул все, что мы накрафтили. Потому что дефаться нам было бы просто нечем, если бы мы умерли. И решил посидеть у них под забором, послушать, о чем они говорят. Я требую мистера Пугади, который тип в чате. Я люблю Пугади, он смешно. Он подальше сейчас. Он оккупирован сейчас. Он сказал, что мы с ним вторым. Или там он, он сделал. Сколько у нас МВК? Его платить надо. Я не знаю, если что. Надо что-то думать. У нас дерево нету. Может подойти поговорить с ними? Да, подойди. Или сделать вид, что мы не заметили. Может еще турели провести? Много не форми, мало ли, тебя убьют. А, ты по турели? Да, да. Короче говоря, мы готовились к самому худшему сценарию. И добавляли буферки, где только могли. Тем более, наши соседи запустили большие печки. Они явно к чему-то готовились. Металл надо плавить. Пока Серега фармил дерево и заправлял печки, я расследовал местность, чтобы построить там ферму. Мне было интересно, сможем ли мы там построиться на этом острове. Они шкафы ставят. Как-то я даже попытался авторизоваться в шкафчике, но меня рассекретил хозяин базы. И он явно побежал на вышку не для того, чтобы просто на меня посмотреть. Потом я подбежал снова к моим соседям, чтобы узнать причину, почему они меня кикнули. И они мне начали рассказывать какие-то сказки. А потом он и вовсе начал по мне стрелять. Хотя он знал, что это я. Он меня убивает. Он тебя убил? Нет. Беги. Прикинь? Да, и меня убивают. Окей, я понял, хорошие соседи. Получается, предателем? Получается, у них скоро не будет калаша. За такое мы явно должны были их проучить. Я сбегал домой, взял калаш с глушителем, дал Сереге лестницы, и мы пошли их карать. Он на крыше бежит. Я его убил. На лестнице лутай. Есть что-то наверху? Есть, есть, есть. Беги, беги, беги. Все, уходи с калаша. Бегу. Там два калаша что-либо? Там Томик был. Томик и калаш. Ну вот, пострелял с калаш. Теперь у нас точно дома не будет Короче говоря, они были максимально мутные Конечно же им не очень сильно понравилось то, что я их убил и забрал у них калаш Поэтому они пришли к нам и даже решили добавить нас в команду снова Мы дали Серега им еще один шанс И вернули им калаш А все остальное время мы понимали, что что-то тут неладное Поэтому нам нужно было нафармить как можно больше ресурсов, чтобы построить наш топовый бункер Точно? Третий верстак! Ты все слутал? Нет Взял эти ресурсы, потому что облазив ту территорию я абсолютно ничего не нашел Потом же, когда все соседи наши вышли, мы собирались строить наш топовый бункер Для этого мы переработали все компоненты и еще немного выиграли скрапа Есть! Скажем так, у нас было дурное предчувствие по поводу наших соседей И чтобы спокойно идти спать, нам нужно было засейвить наши ресурсы Наконец-то мы скрафтили разрывные и пошли рейдить в гнивающий домик О! 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 Это читерский бункер Там много всего? Базока! Ну тут есть да, данное Этот О! Компонентов тьма! Кто? Бомж! Порошок. Офигеть, ты напугал меня. Да я сам напугался, когда я увидел, что ползет кто-то. Компоненты забираем, давай домой отнесем быстро. Короче говоря, этот домик был просто подарком судьбы, который мы зарейдили всего за 60 разрывных. А домик этой же ночью превратился в металлическую крепость. И уже сейчас мы могли спокойно идти отдыхать. Ну и естественно, все основные ресурсы с нашего первого домика мы перенесли. Смотри, пулик можно взять с собой туда. Калаш починить. Ну а чтобы наш дом точно не спалили, мы даже перекрасили наши двери. На следующий день, когда я зашел на сервер, меня встретила такая картина. А нас что, зарейдили? Офигеть. Да, захожу. Прикинь, меня наши соседи походу убили, кому мы сервер отдали. Да? Когда я зашел, мне стало грустно. Нас предали наши соседи. Печально, конечно. О, турели, турели появились у них нафиг. Это наши что ли, которые мы в ящике оставляли? По ходу дела. У тех пацанов дом не изменился у других соседей, которые вчера с нами воевали. Камены, да, где? Слышишь, тут... Они и тут застроили. Тут деревянный проем еще. Угу. Тут застроили. Гниет. Почему нам так с соседями не везет? И кикнули, да, с фати? Ну, они, наверное, увидели то, что мы ливнули. Друзья их. Третий раз. Третий раз. Тоже жизнь. Они не застроили тут, походу. А. Слышишь? Мы дом можем вернуть этот. Короче, пойдем на... У нас разрывные, по-моему, есть, да, в мэйне? Мы же не зря дом строили. Надо этот дом вернуть. Но первым делом мы решили избавиться от чужой двери, которая блокировала нам выход на первом этаже. Сейчас посмотрим, сколько мачет надо будет потратить. И во время долбежки этого проема к нам пришел один из тех, кто нас зарейдил. Почему ваш друг друг рейдил мою базу? О, нет, это не нас. И как бы он это не отрицал, мы ему уже не доверяли. Я отчетливо видел, кто меня убил. А спал я как раз таки в этом доме. О, тут еще есть немножко дерева. Все, у нас есть вход. Короче, надо дверь эту прорейдить. Разрывными. Хорошо, что основные ресурсы мы перенесли в новый домик. Мы чувствовали, что нас зарейдят, но не знали кто. Я скрафтил немного разрывных, чтобы зарейдить ту дверку. Мы хотели вернуть базу обратно. О, тут угры остался. Смотри, они все забрали. Все забрали ли? О, топорик остался. Тут все открыто. О, мы можем шкаф разбить. Встал шкаф обратно. Отлично. Как родной встал. Так, я пока сюда кум поставлю, чтобы они не зашли, если что. Я пойду, напишу у них на стенке, что они свиньи. Чтобы они знали. Мы потом с ними что-то сделаем, я уверен. Чтобы все на этом сервере знали, я написал у них на стене, что они обманщики. А также нарисовал ракету. Заборчиком огородился, да? Чего-то он боится, значит. Что-то он... Где-то он косичнул. Думаешь? Да. Просто считать наш рейд, как бы, косичком. Небольшим, да? А на острове все-таки мы, как и планировали, решили построить свою ферму. Где собирались выращивать вкусный, сочный чай. Сколько нам надо для счастья? Я думаю, 3 на 3 хватит, да? А также немножечко собирались побайтить клановых игроков, которые тут жили. Чтобы они нам скрафтили немного ракет. По-любому, шкаф надо ныкать сразу. Можно, знаешь, что сделать? Шкаф вообще какой классный. Можно поставить. С перекидчиком. Просто шкаф в МВК загрейдить, чтобы они ферму не могли никогда зарейдить. Ха-ха-ха! МВК кубик поставить туда и все, и перекидчик туда и все. Пускай делают, что хотят, как говорится. А что нам много для счастья надо? Мне кажется, такой фермы хватит. Только вот так надо сделать. Тут по-любому так будет у нас проход интересный. Типа дверь есть. Угу. И не успел я закончить нашу ферму, провести электричество, как вдруг пришел он. Хозяин той огромной базы. У него явно были плохие намерения. Потому что он подкрадывался, чтобы меня убить. Он умер, лутаю вам. Ха-ха-ха! Он пришел с нами поделиться лутом? Хоман. Ну нам хана. Мы не успели построить, да? Фихо, знают, но мне кажется, все плохо очень. Теперь он сядет на вышку. Так, металл я закину в шкаф. А-а-а! Он стреляет, Серега! На-нафиг они это делают вообще? Нормально же общались? Че не так вообще, я не понимаю. Но, нас их стрельба особо не волновала. Я продолжал заниматься подключением нашей фермы. Хоть и понимал, что они могут прийти с минуты на минуту нас рейдить. Но, честно говоря, мы этого и добивались. Ха-ха-ха-ха-ха! Все, у нас 100 электричества дает. Откуда он стрелял? У меня бинок или нет, я не могу за ним последить. Хм, ну судя по пури, он на вышке. Он махает рукой. Знал бы он, кто тут построился. Ха-ха-ха-ха! Я думал, он знает, кто тут построился. А, я же его убил! Да! Вот это фиаско. Это фиаско, да. Но мы турели теперь не проведем. Че, у нас растения довольны? Смотри, 3% счастья у растения. Что?! Смотри, какой ген я с первого раза вывел! У нас не было красного топового гена. Это просто семечко туда упало. И у картошки, смотри, 2G. 2G картошка. Самый быстрый интернет на планете. Пойдем пособираем тыквы. Покушаем. Сейчас, мне надо скинуть. Пойду кукурузки пособираю. Ой, не пособирал кукурузу, он меня убил. Короче говоря, аборигены с этого острова нас полюбили с первого взгляда. Нам даже не пришлось их особо байтить. Пособираю покушать. Ой-ой-ой. Блин, он снайпер. Он хилится. Можешь собирать тыкву. Он меня не найдет, я в камыш аксе. А. Кто это был? Что за негодяй? Хоман. А, он меня увидел. Больно нафиг. Короче, надо с дома и нести сюда хилкин. Он какой-то агрессивный очень. Нам нужно было строить вышку на случай, если они придут рейдить. Потому что без нее мы точно бы не смогли задефать эту ферму. Офигеть, он меня попадает. Фигушки ему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он уже на крышу хотел залазить с лестницами. Кто посмотрите, спускается с пуликом. Серега! Тебе? Они сейчас рейдить хотят? Ха-ха! Я убил одного, он спускался с вышки. Серега, быстрее металл. У них все турели выключены. Сколько металла надо? Ну, тысячи две. И турель одну принеси сюда. И тут началось мое самое любимое занятие. Я начал доставать типов, которые сидели на вышке. Две башки, да убил нафиг. Я кираюсь тогда, идут и лазер. Они, кажется, что-то задумали. Пока не кираюсь. Сколько бы мы их не ждали, пока что приходить они к нам не собирались. Зато у нас было время провести электричество и поставить турельку. Это было странным. Они явно к чему-то готовились. Они хотят куда-то на лодке ехать. Но это всего лишь их желание. По факту они не могут уехать со своей территории. Еще? Минус два. Налету убил его. На! Все, их нет на вышке. Они не могут добежать до своей лодки. У них цель сейчас, смотри, добежать до своей лодки. Но цель эта невыполнима. Мишин нот выполнима просто. Они даже на вышке не могут сесть, чтобы меня убить. Как Человек-паук, да? Я ваш дружелюбный сосед. Да. О, опять бомжом выбегает. Давай! На! Еще есть кто? Я хочу тоже быть нормальным растером на вышке посидеть. А не вот это вот все. Офигеть, он фликает жестко. Они куда-то на лодке уехали. И один остался, да? Угу. Стоял я, значит, на этой вышке, никого не трогал. И в какой-то момент настала слишком подозрительная тишина. А после начался рейд. Кто это? Это в стороне нашего дома, по-моему. Это нас рейдят, слышишь, походу? Бонкер? Да. И нам очень сильно повезло. Рейдили не нас, а нашего предателя. У них две турели. А, я вижу его. Знаешь, кто рейдит? Кто? Вон он. Вон он. Это вот, зачем они полетели, да? Чтоб вы понимали всю абсурдность ситуации, предатели рейдили челики с острова. А что делали мы, вы можете меня спросить. Ведь нам было выгодно, чтобы их зарейдили правильно. Мы пытались отбить эти ракеты, чтобы зарейдить предателей самим. Убил одного. Хорош. Там еще один внутри. Убил хазматчика. Близко. У меня патронов нет. Я его убил. Я упал. Еще одного убил. Я упал. Хозяин зашел. Я попробовал к ним залезть, но тут, наверное, турель. Убил хазматчика. А, ты убил. Убил хазматчика. Вот, жри. Я двоих убил. Где они? Я сдох, я бегу. Я взрываю стенку для нас. Отлично. У меня куча пушек. Я взорвал стенку. Беги. Это свой. Сюда ползи быстрее. Ты убегай с пушками. Я не могу. Тут надо... Ты убил его? Да. Давай я тебе все скину, ты и убежишь. Базуха. А я пошел контрить. Беги. Относи и прибегай обратно. Я серу забрал. Пушка. Убил. Сюда, 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 Серег. Я серу забрал. Кого убил? Кто возле меня? Куча лесов. Топливо миллиард. Бери все и давай сюда. Тут оружие, куча просто, в ящиках. Все, что можешь. Я скипалил. У нас есть? Сюда идут. Ракета у меня, у меня ракеты металл. Тут МВК много. Он в КПП, он в КПП. Сейчас пойдет в этот. В наш проход может быть. Я сзади, я сейчас контролю и смотрю. КПП. Да, 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 он слева. Убил. Я смогу убежать? Пробуй, пробуй. Я никого. Я убегал, у меня ракета, у меня топливо, у меня... Там две строки МВК лежит. В трупе на выходе. Я МВК забираю. Это бесплатный Рэд? С другой стороны. Снова туда надо идти, быстрее. Убил еще одного. Давай, давай, давай. Дай, пойди. Проходи, проходи. А, меня убивают. Я вижу его. Вижу врага. У меня хилок нет. Справа, справа, справа. Я убил его, наверное. Я убил, убил, убил. Я валяюсь. Хилок нет, блин. У тебя есть шприцы? Нет, у меня бинты. У них третий верстак я наш нашел. Кто-то, где КПП обходит тебя? Со стороны КПП. Понял. Я у них на базе в нагулу шприцы крафчу. Блин, тут медведь еще. Как не вовремя? Убил. Нет, не убил, он жив. Убил. 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 Серега, иди сюда, компонент надо забрать. Я ракетницу ношу. Почему ты рейд мою базу, просто скажи мне. Пойдем домой, пойдем домой, 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 домой. У меня компонентов тима просто. У меня еще ракета есть. Боевая. Ты говоришь, у нас калашиков не было? Ой, блин. Они походу стулись. Ха-ха-ха. Думаешь, все, закончился рейд у них? Ха-ха, думаю, закончился. Он слышишь, зарейдил у нас ночью, а теперь говорит, зачем ты меня рейдишь? Хорошо, что не мы их рейдили вообще. Мы рейдили у нас ночью, а теперь говорит, зачем ты меня рейдишь? Они не рейдили у вас. Айланд рейдил у вас. Кто ты? Сейчас? Ты меня рейдишь? Нет, это не мое. Да. О-о-о-о. Я думал, что ты готовишь. Я думал, что ты готовишь. Ты мертвый. У меня инвентарь оружия. Убегай, убегай. Нормально, я в сейве. И болтовки, и пулеметы, и эти. Ха-ха-ха. Нормально, я сейчас электричество ему вырублю. Минус террель у него будет. Ха-ха. И ты рейдил мою базу сегодня. Это не хорошо. Я не рейдил тебя, потому что я знал, что ты плохой. Но нет, ты живешь на острове. Он говорит, что типа, якобы не он нас рейдил. Ты ему веришь? Конечно, нет. Если он меня убил, когда я во ФК был, как можно верить? Ну, и я о том же. А, и я о том же. А, и я о том же. Люди из эйланд. Хонан и больше людей. Что это? Мы разрушили эту войну, потому что мы пытались убить его. Мы уничтожили этот вал. Этот парень уничтожил бассейн. Мы убили его все. Ох, вы все обратились в бассейн? Я думаю нет, потому что этот парень уничтожил много бассейн в бассейн. Но это так странно, бро. Я хочу уничтожить эти турецы. Я думаю, что этот парень уничтожил бассейн. На самом деле у нас с Серегой было двоякое чувство. С одной стороны, нам его было действительно жаль, потому что его зарейдили. А с другой стороны, если бы его зарейдили не жители острова, зарейдили бы его мы, потому что он нас предал. И как бы мы не хотели его простить за его поступок, мы решили этого не делать. Потому что он должен учиться на своих ошибках. Но все же, мы решили помочь ему избавиться от кибитки, которая стояла напротив его дома. А ведь если бы он нас не предал, исход был бы совсем другим. Мы бы отдали ему все ресурсы, которые у него были. Ты думаешь, стоит прощать предателей? Нет, конечно. Ха-ха-ха. Но если он осознал свое вино и раскаялся, я думаю, в принципе, можно. Ну, я не слышал раскаяния. Я слышал только обман. То, что он говорит, что это не я вас рейдил. Я типа спал там. Мы рейдили только У-8. А у него наши верстаки дома лежали. Лишние, знаешь, третьи верстаки и вторые. Турельки появились. Нет, я думаю, он не стоит прощения. Три раза кикарь у нас. Все-таки, может, он не стоит прощения. Отлично, он гаражки открыл. Тут ящики. Тут ракеты, 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 ракеты. Сишки. Куча компонентов, они забрали, они забрали. Турель офнул. Разбивай шкаф. Стой, я еще бахну. Тут пусто. Лутай, лутай. Тут компонентов миллиард просто. И пойдем отсюда. Уходим, 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 уходим. Тут еще ракеты были. Ха-ха-ха. Ракеты и сишки. Найс рейд. Прикинь, за одну ракету мы сейчас получили 10 ракет. Еще и 2 сишки. А наш домик все-таки вычислили жители острова. Кстати говоря, после такого сливного рейда большинство из них просто ливнуло. Эй, парни. Что случилось? Что? Блядь, а ну покажите мне вашего Брюсли вот этого. Ха-ха-ха. В фильме каратиста здесь стрелок. Рашиловский. Это я, Брюсли. Что хотел? Да ты не жесткий, ты, ты, мягко говоря. Вы нам сделали услугу большую. Вы зарейдили наших предателей. Мы вчера с ними подружились, и они сегодня ночью зарейдили наш дом этот. У нас тут ресов было много. А они зарейдили нас. Мы не хотели их рейдить, мы хотели тебя рейдить. Мы хотели тебя вообще рейдить, потому что ты вышку построил, болтовки не давал нам выйти. А почему их пришли рейдить? Так мы думали, это твой дом. Чуть-чуть обб***ь. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Офигеть вы выдали, конечно. Вы ж вот эту ферму построили, мы думали, ну пойдем, короче, полутаем там, не знаю, нефтевышки, что-нибудь. Вы ж начали с болта. Раз меня убил второй, третий раз. Я говорю, все, в пизду. Приблизительно где-то ты тут живешь. Ну как бы ты замечен был вчера здесь. Ну и подумали, вот это хрень. Ну как-то вот так. И попали именно куда нужно. Они все равно скиданули, прикинь. С этим пареньком мы довольно дружелюбно поговорили. Конечно, я жопу твою бы надрал. Прям бы в эту точку. Обиженная вся киба у меня на тебя. Особенно тебя. Вот именно. Особенно тебя. Потому что ты, ну, нереально как-то стреляешь. Ладненько, давайте. Удачи вам. А еще он сказал, что он хочет нас рейдить. Но у нас планы были очень схожие. Но для начала мы хотели дорейдить предателей полностью. Ведь у них остался еще один домик. Стой. Ну, идем дальше. Туда. О, третий верстак. Ух, нифига себе. Это фармилы, что ли, были какие-то? Все, у них даже шкаф открыт. Это реально фармеры жесткие. Это жесткие фармеры. Застраивайся. У нас появился, по-моему, новый дом. Что-то я серого у них не вижу. Я взял. Много серого было? Почти 3000. Ну, этого мало для них, нет? Остальное же время мы долго и нудно готовились к рейду этих соседей на острове. Накрафтить нам нужно было очень много ракет. Как боевых, так и скоростных. А вперед плавки ресурсов мы развлекались как могли. Выглядит как картошка, но это не картошка. Может быть, логотина. Да, очень похоже. Наступил на нее, она что-то не это. Это черная картошка. Пойду посмотри, как наши эти ягодки. Ох, нифига, тут кукуруза выросла. И ткань выросла, все как надо. Оп. Смотри. Вон туда, смотри. Ооо, у нас все выросло. Наконец-то у нас ферма появилась. Ёлы-палы. Смотри, картошечка, вот она подрастает. Вкусная, сочная, нежная. Блин, вот это самое вкусное, наверное. А тем временем, пока Серега рассматривал урожай, я проводил разведку на территории врага. И вычислял, сколько же нам нужно скоростных ракет, чтобы взорвать у них турели. Там же мы отстроили небольшую кибитку, поставили ящики и перенесли скоростные ракеты. И тут началось. Вот они удивятся, когда у них ремонт будет дома. Вот, вот эти уже хорошо идут. Нажимаем! Ладно, надо ближе стрелять. Нажимаем! 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 Надо брю podia стрелять! о так у них вообще тут нифига нет а у них в ящики пустые да у них ящики пустые не задеспавнили все nice все ящики пустые абсолютно тут есть мвк ракетница но это они оставили на содержание да мы их настолько за дизморалили что они просто ливнули и все за деспавнили мы полностью закончили нашу историю с островом и предателями и больше на этом сервере нас ничего не держало поэтому все наши домики с огромным количеством ресурсов мы отдали рандомным бомжам юнит компонент с left side look at this yeah what's the code take it brother this is all for you you can save this base and leave here thank you thank you bro thank you thank you so much sir no problem my friend have a nice vibe and fun thank you so much man good luck bro good next wipe thank you so much sir ну а все остальное время мы собирали и наслаждались нашим урожаем ведь все эти истории произошли только из-за того что мы захотели построить ферму ты просто посмотри на это какая там пушка растет смотри уф мы ягодные бароны сарик картоха какая ты видел хоть раз такую картоху наверно все готов собрать наш урожай да ради этого мы все и затеяли ради картошечки давай собираем 10 картошек с одного куста нифига себе слушай я считаю что мы достойно отыграли в этом вайбе жизнь удалась не зря мы это да и фермы делали личинки вот это я понимаю просто вот этот топ на такой прекрасной ноте брус ли и джет ли закончили эту долгую и интересную историю я действительно надеюсь что она вам понравилась потому что чтобы создать такой видос мы потратили очень много сил я рассчитываю на вашу поддержку лайк комментик и подписку и не забывайте про мой топовый телеграм в котором постится очень много интересного контента и самое главное будьте друг другу добрее и никогда не предавайте тех кто вам когда-то помог конец